Мороз 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 Сегодня у нас арифметика, задачник здесь, правильно, тетрадку положил. Молодец. Скажите, пожалуйста, карточка, как она сюда попала? Это я сама, наверное, ее сюда положила. Хотела показать Алёше. Севастополь, 1919 год. Звучит музыка. Звучит музыка. Здравствуйте, Алёша. Да Алёша еще спит, бабушка, ужас какой. Ну, сейчас встанет. Да когда же сейчас? Да еще три минуты осталось, что ты беспокоишься? У нас теперь все идет по расписанию. Галочка, Галочка, довольна, довольна. Молодец. Где одеваться? Алексей, Алексей, посмотри на часы. Все ровно. Вот видишь, бабушка, мой организм уже привык просыпаться ровно в день. Алёшенька, не забудь постель. Хорошо, бабуленька. И, пожалуйста, не отвлекайся, я буду на кухне. Хорошо, бабуля. Ну, конечно, так я и знала. Зарядку, зарядку. Ты же вчера решил быть мастером спорта. Спорт – это мускулы. А где у тебя мускулы? Их нет. Ну-ну, Алёшенька, начнем, начнем. Поднимание рук в сторону и вверх с одновременным приседанием. Приготовились. Начали. И раз, два. Молодец! Хорошо. Раз, два. Хорошо! Хорошо! Молодец! Правильно! Молодец. Раз, два. Молодец. Хорошо. Бабушка, как ты думаешь, мастера спорта приносят большую пользу государству? Посмотри на часы. Ну, Алексей, теперь слушай. У меня большая радость. Я получаю письмо. Завтра проездом в Москве будет моя школьная подруга. Друг моей юности. Твоя школьная подруга, она еще жива. Ну, я не все жива. Я же тебе говорю, я от нее письмо получила. Я очень хочу ее видеть. Шею, шею не забудь. Мы с ней и в школе вместе учились, и в госпитале вместе работали в Севастополе. Замечательная девушка. Смотри, какое у нее энергичное выражение лица. Руки вытри сначала. А почему у вас нету медали из обороны Севастополя? Да что ты, Алешинка, глупостик болтаешь? Это когда же было? Это было в гражданскую войну. Она приезжает сюда со своим внуком, Сашей. Жалко, что только на один день. Я бы хотела, чтобы они у нас погостились, и чтобы вы тоже стали друзьями. Помнишь, как песня поется? Наши деды дружили когда-то, и дружба их к нам перешла. Наши деды дружили когда-то, и дружба их к нам перешла. Ну, с внуком это хорошо. Хорошо. Позвольте, что-то на меня сомнение напало. Завтра они приезжают, или сегодня. 15-го в 6 или 16-го в 5. Куда же я девала письмо? Сашенька! Нам, Сашенька, повезло. Мы целых три часа пробудем в Москве от поезда до поезда. Все увидим. И Красную площадь, и метро. А Высотный дом? Обязательно. И книжники Овски надо посмотреть, как они оформлены. А, знаю. Опять свою саюшку печаль будешь проверять. Едва ли Вы за три часа успеете осмотреть все, не зная Москвы. Она встретит человек, который 25 лет прожил в Москве. А, ну, встретит раз встану, да-да-да-да. Бабушка, а твоя подруга обязательно придет на вокзал? Еще бы, конечно, придет повидаться. Старая дружба никогда не ржавеет, Сашенька. И вообще, москвичи очень радушные и гостеприимные люди. А вы папе скажете, что я молодец. Всю неделю ни разу не сбился с режима. Да, это не шутки. И уж теперь папа будет доволен. Да, и тебе же сегодня шестой день. Добрым утром. Добрым утром, Андрюшенька. Ну, поглядим, что сегодня творится в мире. Папа, а все-таки точный распорядок дня очень много значит, правда? Ну, безусловно. Что? О чем это вы? Обо мне. Я теперь усидчивый, собранный ужас. Я же теперь пихожу и ухожу все по расписанию, как поезд. Как курьерский поезд. Ой, курьерский поезд. Мне кажется, это не твоя заслуга. Как-то не моя. Женщины за тебя стараются. Бабушка, сестра. Постоянно тебе напоминают Алеша режим. Алеша, садись занимать. Удивительно. Когда ты был маленькой, ты всегда твердил. Я сам, я сам. А теперь ты вырос. И что же получается? Ну, он и сейчас еще не вырос. Он, в конце концов, ребенок. Я, в конце концов, ребенок. Ты так считаешь? Очень рад. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, мама. Наташенька, доброе утро. Сына мы еще не видались. У меня сегодня трудный день. Прием в поликлинике, консультация. Алеша, ты что такой хмурый? М? С черепахой что-нибудь случилось? Нет, с черепахой все благополучно. Я ее сегодня отогрела и накормила. Бабушка ее накормила. Черепах разводить я, во-первых, раздумал. Я буду мастерным спортом по конькам. И катаюсь я сам. Бабушка за меня не катается. Спасибо. На здоровье, мой хороший. Алешенко, после школы погуляешь, и час тридцать точно будь дома. Хорошо. Вот у бабушки определенные есть успехи. Ну, папа, Галя. Ты стала не такой рассеянной, мамочка. Расписание ведь ты выполняешь. На тебя оно и действует благотворно. Ну что же, расписание всем полезно. А не напоминать ему нельзя. Он ребенок, у него внимание перескакивает с одного на другое. Вот спроси Наташу, она тебе объяснит с медицинской точки зрения. А в чем дело, мама? Я ничего не понимаю. Мне кажется, мама-то не должна брать все его заботы на себя. Верно ведь, Наташа? Верно, но о чем раз говорю? Я понимаю. С третьих лет уже заботы? Конечно. Я же не требую, чтобы он занимался выпуском автомобилей в новой пятилетке. Но свое расписание ему пора выполнять самостоятельно. Так вот и есть. Я ведь слышу, как ты его усаживаешь за уроки. Ты думаешь, наш сын за домашнюю работу получил пятерку? Нет. Бабушка получила. А если его не усаживают, он же двойку получит. Пусть получит. Уверяю тебя, ожогся бы разок-другой, задумался бы, по крайней мере. А ведь он ни о чем не беспокоится, о нем другие думают. Нет, он так привыкнет и будет жить на подсказку. Послушай, Андрюша, отчасти ты прав. Он отчасти прав. А, он прав по-твоему? И вы тоже правы. И бабушка тоже права. Да нет, да вы оба правы. Пейте кофе. Не волнуйся. Не волнуйся. Ну что ж, мне казалось, я считала, что я приношу пользу моему внуку. А если я его неправильно воспитываю, я вообще могу запереться в свою комнату, и вы меня больше не увидите. С этой минуты я больше ни во что не вмешиваюсь. Алексей, тебе пора, ты в школу опоздаешь. Мне понятно, мне все понятно. Вы считаете, что Алексей весь в меня? Несобранный, неусидчивый? Ну что ж, может быть. Очень может быть, что он в меня. Сожалею. Но помочь ничем не могу. Извините. Мама. Мама, кстати, к самостоятельному труду я его все-таки приучаю. Он вчера сам починил табуретку, которая стоит в передней. Мама. Починил табуретку? Вот и прекрасно. Вот другое дело. Папа. Нет, папа. Ну ты извини, но я не могу молчать по этому вопросу. Вопросу? Я тебе как вожата из вина говорю, что наша задача и чужим родителям помогать воспитывать детей. А Леша мой собственный брат. Брат. И я тоже разбираюсь в воспитательных задачах. Задачи? Ну, мы ему напоминаем, но ничего плохого в этом нет. Твой брат должен скоро стать пионером. Да, он в мае вступит. И я с ним провела уже одну беседу. Провела беседу? Угу. Вы вот лучше попробуйте сегодня хоть один день ни о чем ему не напоминать. И поглядим. Выполнит он свое расписание? Конечно, выполнит. Яблоко ты мне положила? Забыл. Вот. Положи сам. Мне некогда. У-у-у-у. Отличная работа. Ну что ж, Галенька, погляди. Яблоко я положила. Спасибо. Погляди. 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 ПЕСНЯ ПЕСНИЕ 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 Ой, как холодно, нет два стаканчика. А не простудится, а? Что вы! В мороженом теперь ангину лечат. Ну, тогда и мне стаканчик. Разве я стану детей простуживать? Хватит тебе одного стаканчика. А мне один стаканчик. Ух ты какая бойкая! На. Мороженое. Нет, в школу пойду. Эй, ты! Поди-ка сюда. Ты меня знаешь? Знаю. Ты, Генка, в красном доме живешь. А что? Дай-ка мне твою ушанку примерить. Мой размер. Спасибо, привет! Куда ты? Оттай ушанку. Приеду, отдам. В Москве тепло. Оттого и ушанку. Оттай, говорю, отдай ушанку. Говорю, я не убеду. Эх ты! Ладно. Я знаю, где он живет. После уроков сразу к нему. Здравствуйте! Вы все так со мной здороваетесь, как будто меня знаете. Мы со всеми взрослыми так здороваемся. Вы же взрослая, да? Да, конечно, я взрослая. Ну, мальчики, урок чтения в вашем классе сегодня проведёт студентка-практикантка Ольга Васильевна. А Лёша Птицын, что ты хочешь сказать? Ты так вертишься, вот-вот упадёшь. Тихон Иванович, я хочу сказать, что студентка с нами не справится. Вас мы слушаемся, а студентке с нами трудно будет. Пусть женскую школу идёт, с девочками всё-таки легче. Конечно, с нами большое терпение нужно. Со мной с одним с ума сойдёшь, вы же сами сказали. А я запинаюсь, когда читаю, за мной просто мучение. Да нет, ребята, я считаю, что вы себя совсем не так уж плохо ведёте. Мы неплохо себя ведём. Я же всё время вскакиваю, задаю посторонний вопрос. Я же вам мешаю работать. Это верно, Алёша. Но всё-таки в последнее время ты стал немножко повнимательнее. Иван Иванович, а вот почему студентка может нарушать расписание? Ведь по расписанию вы должны вести урок, а не она. Она пришла и нарушает. Разве так можно? Да, ты задаёшь очень интересный вопрос. Но мы расписание не нарушаем. Уроки студентов, будущих учителей, входят в план работы нашей школы, ребят. Да, ребят, я совсем забыл вам сказать. От вас очень много зависит. Если вы себя будете плохо вести, то Ольга Васильевна могут снизить отметку за проведение урока. Отметку? Разве им ставят отметку? И двойки им ставят, так же, как мне? Конечно. Ведь студенты ребята такие же учащиеся, как и вы. Это ваши старшие товарищи. И при желании вы можете Ольге Васильевне помочь. Поможешь! Раз мама расписает, так другое дело. Придёшь помочь, она ведь ещё неопытная. Да вы прекрасно подготовились к уроку. Ни пуха, ни пера. Здравствуйте. Садитесь. Вам на сегодня было задано читать и пересказать рассказ «Первый ученик» о Володе Ульянове. И в ванной нет письма, как в воду кампан. Опять занято. Хорошо, садись. А кто ещё скажет, какой характер был у школьника Володи Ульянова? Володя Ульянов был смелый. Он всегда смело держался. У него был очень смелый характер. Это верно. Но только не повторяй всё время одно и то же слово. Наш язык очень богат. И в нём можно найти другие слова, имеющие тоже значение. Володя Ульянов был смелый, храбрый, отважный, бесстрашный. Бесстрашный. Кто ещё скажет? Ты скажи. Володя Ульянов был настойчивый в работе. Он был заботливый. Хотел, чтобы у рабочих была хорошая жизнь. Хорошо. Ты скажи. Он уплывал далеко. Ты не закончил свою мысль. Найди это место в книге и прочти нам. Сейчас начнёт запинаться. Сейчас начнёт запинаться. Тише. Тише. Он уплывал далеко на середину реки. Иногда просто страшно становилось, как бы ни унесло. А он крепкий был, выплывал. Хорошо. Можно я спрошу? Пожалуйста. Володя Ульянов сразу был самостоятельный. Ему сестра не напоминала, иди вовремя учить уроки. Он сам шёл, да? Конечно. Володя очень строго относился к тебе. Вот поэтому он и выработал такую исключительную работоспособность, когда стал взрослым. Понятно. Ну, садись. Так, откройте дневники, запишите домашнее задание. Самостоятельно прочитать письмо к ребятам. Письмо к ребятам. Повторить народную песню «Метелица». Ах, вот оно, что бабушка вместо яблока положила. Что? Из-за яблока. Тише ты. Тише. Бабушка вместо яблока. Из-за яблока. Тише. Из-за яблока. Из-за яблока. Бабушка рассеянная. Она ему вместо яблока клубок положила. Вот оно что. А при чём здесь бабушка? Надо быть более самостоятельным. Должен сам укладывать всё, что тебе нужно. Ну, из-за тебя весь класс отвлёкся от занятий. Извини. Садись. Какая строгая пятёрка ей обеспечена. Тихон. Вот почему у Ван Ульянов был настойчик? Вот некоторые люди встают утром, решают быть твёрдыми, соприками. Но у них ничего не получается. Ничего. Ну, я на их месте не падал под ухом. Я бы добивался. Не могут они. Всё им надо напоминать. Ты что, значит, эти люди сами не понимают, как им себя вести? Нет, они понимают, что надо хорошо сидеть на уроке. Они стараются. Но у них ничего не получается. Они слишком горячие. Всем увлекаются. Ты знаешь, что я тебе посоветую? Да расскажи этим людям про Володю Ульянов. Он ведь тоже всё с увлечением делал. Он из гор катался и плавал. А как он в детстве шахматами увлекался? Да, он очень увлекался. Конечно. У него такая исключительно настойчивость делалась. Верно. Вот ты и передай этим людям, что им нужно, прежде всего, воли укреплять, вырабатывать характер. Каждый своё решение доводить до конца. В общем, это для них самое главное. Доводить до конца. Это главное. Хорошо, я им передам. Подъезжаем. Подъезжаем? Уже собрались? Рановато, рановато. Слышите, по радио скажут. Граждане пассажиры, внимание, скорый поезд номер шестой прибывает к столице нашей родины, Москве. Граждане пассажиры, это я. Андрюшенька. Ты меня накормишь? Решил сегодня забежать? Пожалуйста, у меня всё готово, всё в порядке. Ты находишь, что всё в порядке? Ой, что это? Что с тобой сегодня, мамочка? Ты потеряла что-нибудь? Потеряла. Найду, тогда скажу. А то опять встаньте говорить, что я рассеянная. А Лёша дома? Рано ещё. Он придёт ровно в час три. Андрюшенька, подождёшь его? Обязательно. Будем вместе с сыном обедать. Хорошо. Ну что, это же мы сейчас будем делать? Семнадцатого шесть и шестнадцатого. Как назло сегодня эта история. Решил собрано жить, и вдруг шапка. Слушай, ты давно тут живёшь? Давно, всю жизнь, пять лет и три месяца. Ты Генку знаешь? А у нас два Генки. Вам какой нужен? Ну какой, Лохмат. Лохматый Генка в нашей квартире живёт. Только он уехал. Уехал мои шапки. Ясно. Я так и знал. Попадёт тебе за шапку. Хочешь? Возьми мою. Она на твою похожа. Пойду пока одна бабушка думает. С ней всё-таки легче. Мишенька, Мишенька, ты куда пошёл? Мишенька, ой ты, Мишенька. Вот, вот. Фу, ронили вашу тетрадь. Нет, мальчик, не наша, мальчик. Мы с Мишенькой тетради не роняли. Мы с Мишенькой маленькие. Мы с Мишенькой ещё не учимся. Около нас гражданочка сидела, готовилась к экзаменам. Верно, она забыла. Тут лекции, как у моей мамы. Теперь все учатся, все учатся. Только мы с Мишенькой не учимся. И фамилия есть? Старший лейтенант Сергеенко, я бы отнёс. Но мне надо быть дома. Точно вовремя. Отнеси, мальчик. Мы бы с Мишенькой отнесли. Да нам кушать пора. Мишеньке кушать пора. У Мишеньки рерым. Нас мамочка ждёт. Это близко. Успею. А ты свой адрес запомнила? Запомнила. А какой? Дом один. Переулок. Переулок. А какой переулок? Пименовский. Пименовский. Сейчас мама придёт. Тут что, милиция? Я что-то заблудился. Мне старший лейтенант Сергеенко нужен. А зачем он тебе? Лично уйдём. Ну я, Сергеенко. Какой же вы старший лейтенант? Старший лейтенант Сергеенко слушает. Куда? В Каховку? Ну это ясно зачем. Нашагающий эскаватор. У меня уж трое таких беглецов побывало. Отправили ко мне? Ну отлично. Извините, вы лейтенант. А я думала, он мужского рода. Вы милиционер. Вы уронили в вашу тетрадь. Да, моя. Товарищ старший лейтенант, привёл вам путешественника. Кто тут главный начальник? Я. Вы, ну тогда скажите им, чего они меня на Каховку не пускают? В Каховку? А зачем ты туда собрался? Как зачем? Строителям помогать. Ну что ж, цель-то у тебя хорошая. А в школе знают, что ты на Каховку едешь. Нет? Родителям сказал? Нет? Погляди мне в глаза. Всех обманул. Ты по какой специальности едешься? У пульта стоять. Что, я не справлюсь? Нажимай кнопки и всё. Так нажмёшь. Ты не обрадуешься. Надо же технику управления знать. Вот он правильно говорит. А то нажимай кнопки и всё. Ишь ты. А учиться тебе не надо? Как, по-твоему, что из тебя получится? Ничего из меня не получится. Я тоже думаю, что ничего из тебя не получится. Двойка из тебя получится. Вот верно. Одно и шансы. Молчай. Слушаюсь. Пойди сюда. Что тут написано? Читай. Помни про школу. Что, что? Нет, ты громче вслух читай. Помни про школу, только с ней станешь строителем радостных дней. Постой, постой, постой. Ты с выражением читай. Ну, вникай в содержание-то. Помни про школу, только с ней станешь строителем радостных дней. Вот и запомни. Ну, я пойду. Постой, постой. Я должен быть в час триц. А у меня ещё дела. Стой. Катя. Слушай, Катя. А где моя тетрадь, которая тебе на один день дала? В отчаянии? А что же мне прикажешь делать? Я конспект три месяца заставляла. Как твоя фамилия? Лёша Птицын. Ну, так вот эту тетрадь школьник Алёша Птицын нашёл и принёс. Не знаешь, как благодарить? Ну, сейчас прошу. Моя сестра, Катерина Ковалёва, мастер спорта по конькам. Предлагаю тебя поучить. Хочешь? Та самая Ковалёва? Да. Вот здорово. Я же её из огонька выливала. Она у меня в комнате висит. Слушай, Катя, ты у него в комнате висишь. Да. Хорошо. Вот, сегодня в пять часов приходи на стадион юных пионеров. Ковалёва там занимается с детской группой, понимаешь? У меня каток как раз в пять часов по расписанию. Я обязательно опаздываю. Не придёт он. Он. Это я. Мы сегодня раньше кончили. Алёша дома? Нет. Папа пришёл проверить, Алексея нет. Помни о школе, только с ней Станешь строителем радостных дней. Ух, и дала она мне жизнь не с этими стихами. Велела матери Зарю к закону приходить. Ты что же? На, возьми свою ушанку, она мне больше не нужна. Обманщик! Скажи спасибо, что я о милиции ничего не сказал. Кому-то на каховке нужен. Ах, так? Тогда не отдам. Отдай. Нет, не отдам. Ах, не отдашь? Не отдам. А горе отдашь? Вот, вот, отдадашь. А ну не драться! Не буду я с тобой драться. Мне домой надо. Ладно, в этой дай. Ах, не будешь драться, струсил! Струсил, струсил! Струсил, струсил! Ах, струсил! Мамочка, давайте обедать. Что-то я проголодался. Я сам. Молодец, пришёл. Да, ну если бы ты знал, чего мне это стоило. О, я наполнила. Алексей, у тебя в портфеле нет моего письма. Какого письма? Что такое, что такое? Папа, сдаётся? Всё по расписанию. Прекрасно, но день ещё не кончился. Галь, телефон не работает. Надо монтёра позвать. А даже они всё-таки приезжают. 16-го в 5. В 16 часов 5 минут к третьей платформе прибыл скорый поезд номер 6. Сочи, Москва. Комната матери и ребёнка находится в центральной части вокзала. При вокзале имеется парикмахерская. Повторяю, комната матери и ребёнка находится в центральной части вокзала. Повторяю, комната матери и ребёнка находится в центральной части вокзала. Повторяю, комната матери и ребёнка находится в центральной части вокзала. Это Москва? Да, да. Ну где твоя подруга? Это она? Какая она? Помолчи, Саша, а то я её пропущу. Я могу её не узнать. Я ж её молодой помню, вот такой. Вот она! Ой, правда, похоже. Глупая ты девочка. Такой она была сто лет назад. Сто лет? Ну, тогда, конечно, она не придёт. Не понимаю. Я ж ей писала, если хочешь меня видеть, приезжай. Может быть, она адрес переменила? Или сама переменилась? Поднесёшь, Висичка? Висичка поднесёшь? Письма она не могла не получить. Как работник Министерства связи я знаю, что почта работает исправно. Кто же нам теперь Москву покажет? Успокойся, сейчас всё выясним. Поезд в Горькое уходит 19.05. В нашем распоряжении ровно три часа. Носильщик! Есть? Возьмите вещи. Слушай. Скорей, скорей. Слушай, слушаю. Где здесь камера хранения? Вон там прямо. Саша, Саша. Эх ты. Позвольте уж я так не сижу. Ах, да, пожалуйста. Саша, давай руку. Надо предоставлять ребёнку при каждом удобном случае по возможности проявить свою самостоятельность. Ну что ж, при удобном случае. Это правильно. Алёша. Нет, занимайся, занимайся. Я не отвлекаюсь, я усидчиво сижу. Я уже задачу почти решила. Пусть они организуют самостоятельно свои дела. Пусть окрылит их успех собственных усилий. Значит, по возможности предоставлять самостоятельность. Бабушка, а ты что учишь? Я не учу, я читаю. Знаешь, Алёшенька, что тут написано? Что? Ну, на бабушку надейся, а сам не плашай. Не плашай, не плашай, письмо исчезло, нету. Ну, всё равно. Сегодня к пяти часам поеду на вокзал, и завтра поеду. Это Москва. А где Кремль? Москва. Подумать только, какое количество машин. Без твоей подруги мы ничего не увидим. Граждане, переходите улицу в указанном направлении. Успокойся, пожалуйста. Бабушка. Всё увидим, я прекрасно ориентируюсь. Гражданка с девочкой, вы нарушаете правила уличного движения. Бабушка, это он тебе, он с тобой знаком. Извините, я в телефон. Ну вот, всё выяснило. Через сорок минут будет поезд Иривань-Москва, надеюсь, тот самый, который мне нужен. Да, оказывается, через эту Никитовку все поезда проходят. Тебилисский, Сочинский, Потумский, Ириванский. Иривань-Москва, через сорок минут я увижу Симу. Батюшки, что же я ей ничего не купила? Надо было конфеты или торт. Здесь, наверное, продают конфеты. Куплю ей. Тянучки. Она в детстве так любила тянучки. Ты своей подруге звонишь? Удивительно. Все время занято. Все время занято. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на. Мария Семеновна. Вот ключ. И на каток. У меня мастер спорта ждет. Ишь ты. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Скажите, Ольга Александровна Птицына здесь живет? Здесь. В 117-й квартире. Здесь. А не знаете, она здоровая? А как же здоровая? Только никого нет у них. Не так давно куда-то ушла. Только что ушла? Значит, не на вокзал. Может, что передать? Нет, если она здорова, то я очень рада. Идем, Саша. Здорово, а нас не встретила. Плохие твои москвичи. Что ты сказала? Повтори, москвичи плохие. А что, не плохие? Обещали нам все показать. И метро, и Красную площадь. А сами не пришли. Саша, никто нам не обещал. Ну вот, а ты на москвичей. А тебе-то что? Как что? Я москвич. Какой москвич? Покажи тогда, где метро. Вон, а ну, это каждый знает. И высотный дом можешь показать. Конечно, могу. Не хвастайся. А я не хвастаюсь. Пойдем из лета. Куда ты хочешь идти, мальчик? С вами. Не смей-то она про москвичей. Какая красота! Какая красота! Ты посмотри, Сашенька. Ой, все зла твоя, как в сказке. Да. Это все москвичи построили. Да. Это что, лампы? Лампы. Люстры. Люстры. Мозаика, посмотрите, как сделано. Хорошо. Ой, какой дядя на лошадке? Это не дядя. Фельдмаршал Кутузов. На коне. Спасибо, мальчик, мы пойдем. Что спасибо? Я же вам еще ничего не показал. А почему у вас детская литература лежит вместе с газетами? Ну где же вы? Идемте скорее. Ты еще здесь, мальчик? Ну да, я вас жду посадить в вагон. Мы пойдем медленно, будем все осматривать, так что иди. Вот, правда, иди, мальчик, куда тебе нужно. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо. Только ты иди, а то устанешь мне желать здоровья. Ты меня как налетит к небесу в десяти раз. Будьте здоровы. Раз. Два, будьте здоровы. Три, будьте здоровы. Моя бабушка может сто раз чихнуть. У вас носоглотка. Надо шалфеем. Шалфеем мягчит. Хотите, зайдемте к нам. У моей мамы есть. Вот видишь, Сашенька, какие гостеприимные люди в Москве. Нет, нам просто велят старушкам помогать. А я уж не такая старушка. Я, правда, человек не молодой, но вполне бодрый. Вы бодрые? Что вы? Вы самая настоящая старушка. Мальчик, идем, Саша. Идем с нами. Сашенька, осторожно. Я даже не знаю, как вы с эскалатора сойдете. Моя бабушка чуть-чуть там ногу не сломала. Вас нельзя пускать одну. Не знаю, не знаю, какая твоя бабушка, но я в посторонней помощи пока не нуждаюсь. Нет, нет, ты меня, пожалуйста, не держи. Если хочешь, дай руку Сашеньке, а меня оставь. Осторожно. Спасибо. Ничего особенного. Ну вот, я вас садовела. Спасибо. Ой, я же на каток опаздываю. Садитесь вот в этот поезд, а мне на другую платформу. Уходишь, как же мы с бабушкой одни? Мы же не здесь. Ну что тут особенного, Саша? Я, правда, не предполагала, что мы окажемся одни. Уходишь, москвич. Я бы вам сестрация показала. Ну, у меня, видишь, расписание. Пять часов каток или прогулка. Ой, сколько народу. Саша, чего ты боишься? Ладно. Каток или прогулка. Менять я имею право. Место катка будет прогулкой. Идем. Идем. Садитесь, садитесь. Скорей, скорее. Постойте. В чем дело? Вот в чем. Я все-таки должен идти на каток. Меня там один человек ждет. Один, а нас, бабушка, и двое. Удивительный мальчик. Какой у тебя странный характер. Ну что ты нас задерживаешь? Иди, куда тебе нужно. Хорошо, я с вами поеду. Раз и решил, надо до конца. Только подождите меня ровно пять минут. Не надо предупредить, а то нехорошо. Я позвоню Никите. Бабушка, ну подождем, ну бабушка. Ну хорошо, хорошо, подождем пять минут. Только, пожалуйста, не вздумай плакать. Я сейчас приду. Ребята, Юра! Тут ко мне не приходил мальчик? Нет. Куда же он пропал? Здесь Алеша Птицына среди вас нет? Птицына? Нет. Я сам его жду. Сколько времени теряем из-за этого мальчика. Едем, Саша. Одним и заблудимся. Пожалуйста, не выдумывай, Сашенька. Я прекрасно ориентируюсь. Бабушка, а вон видишь киоск над лестницей? Не хитри, пожалуйста. Стой тут, никуда не уходи. Ладно? Ладно. Дошкольное воспитание есть? Есть, пожалуйста. Спасибо. А автогенные дела? Пожалуйста, пожалуйста. Нет, спасибо, мне не надо. Ой, извините. Саша, где она? Действительно, этот мальчик прав. Здесь столько переходов. Бабушка, где она? Чья это девочка? Да подожди ты расстраиваться. Чей это ребенок, товарищи? Мой, мой ребенок. Анеша! Чего ты? Не бойся, я тут. Я долго потому, что все на катке не дозвонился. Бабушка! Саша здесь, вот она! Саша, 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 куда же ты? Остановите! 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 Боже мой! Бабушка! Бедя! Сашенька! Вот видите, я так и знал, что вы потерялись. Да, действительно. Ты лучше нас проводи. Только туда не ходи. Там гиоск. Да. Что ты говоришь? Ты уверен, Никита? Не может этого быть. Ковалевый не пришел. Мальчишка. Пошел на каток, а туда не пришел. Нарушил расписание, а я за него папе ручалась. Нет, я теперь прям совсем другие меры. Я его просто убью. Гражданка, пройдите в комнату матери ребенка. Ой, спасибо, бабушка. Идите, идите. Гражданин, при вокзале имеется парикмахер. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как пройти в город? Выход в город? Прямо. Благодарю вас. Пожалуйста. На пятый платформ как пройти? Пятый платформа. Памо? Ну, право. Спасибо. Где билет можно закомпенсировать? Не знаю, товарищ, не могу сказать. Когда из Ростова поезд? Из Ростова много поездов, надо знать точно. Ух, Тамина! Ух, великан! Ух, Алеша! В Москве холмы, в возвышенности, и поэтому дома должны быть высокие. Это все с природой связано. Наш ученик толково говорит, прямо как настоящий экскурсовод. Вот бы на башню залезть, вон туда! Еще бы! Оттуда весь мир видно. И если присмотреться, хорошенько присмотреться, оттуда все страны видно. Только на башню не разрешают. А если разрешат? Идем мы тебя с собой возьмем. Сойдешь за восьмиклассника. Тихо, ну, Ван, вы меня возьмете на башню. Я даже один раз во сне видел, что я там стою. Их вы тоже возьмете? Они со мной. Бабушка! Ты наш ученик, Алеша. Одного мальчика я могу провести. А это чужие люди, я их не знаю. Я их знаю. Нет, это невозможно, их никто не пропустит. Невозможно. Нет, один я не могу. Я же обещала их проводить. Раз решил, надо до конца. Это же главное, вы же сами сказали. Вот оно что. До свидания, Тихон Иванович. Тогда мы пойдем. Ну что ж, ничего не поделаешь. Раз обещал, надо идти. Ты молодец, Алеша. Не плачь. Тихон Иванович, а ее отново можете провести. Пусть она увидит, какая красивая Москва. А то она ничего не успеет посмотреть. Она сегодня уезжает к маме в командировку. Вместо тебя взять эту девочку? Вы впустите Сашу на башню. Она оттуда весь город увидит. Всю столицу Советского Союза. Это же самый замечательный город в мире. Ну бабу, Сашу, туда, с моим учителем. Я ручаюсь, что все будет хорошо. Постой. А ты как же? Ты славный мальчик, Алеша. Ты представитель нового общества. Извините. Да. Пойдемте к коменданту. Тихон Иванович хочет попросить, чтобы вас пропустили. Пойдемте. Пойдемте. Тише, тише, дети. Ой, какая Москва. Какие маленькие машинки. Хочешь посмотреть в бинокль? Спасибо. На, посмотри. Ой, Алеша, Алеша, сколько машин. Это все папины. Их завод выпускает. А вон университет на Ленинских горах. Видишь, вон он? Я ничего не вижу. Ой, там туманное все. Да ты не так. Ты переверни. Да не дуй на стеклышко. Вот так. Совсем близко. Тихон Иванович, когда я буду студентом, моя комната вон где будет. На двадцатом этаже. А моя рядом. Тихон Иванович, вы не думайте. Я каток поменяла на прогулку. Я уроки все вопили. Я могу хоть сейчас. Метельцем. Народная песня. Вдоль по улице Метельца-Метелка. Да ты садись, я тебя не вызываю. Метелки, ребята. Ты знаешь, я присмотрелась. Все страны видно. А где Красная площадь? Нет, вон она. Вон, видите, Красная площадь. И вот Кремль. Бабушка, Красная площадь. Мы туда пойдем. Боюсь, что не успеем. Мало времени остается. Я еще по телефону хотела позвонить. Что вы! Нельзя быть в Москве и не увидеть Красную площадь. Ну. Красная площадь. Сейчас будут бить куранты. И везде, на всей земле, слышен бой часов в Кремле. Кремль. Сима! Ой, извините, пожалуйста, это ошибка. Опять не встретили? Нет. Ну ничего, через час еще будет курьерский из Оривана. Да. Ну как, все встречаетесь? Не говорите. Вы никак к нам на работу зачислили? Ну не сегодня, так завтра встречу. А это что за состав стоит? В Горький. Отправление в 19 часов 5 минут. А, Горький, это меня не интересует. Ну-ну. Мы с Сашенькой будем часто тебя вспоминать. Каждый день? Каждый день. Ты настоящий москвич. Не то, что другие. И в Москве еще есть черствые люди, которые не хотят видеть старых друзей. Но это отдельные личности. Вот, опусти, пожалуйста, в ящик. И ты не жди отхода поезда. Иди домой. А то еще опоздаешь. Не опоздаю. Нарушишь свое расписание. Не опоздаю. Я уж вас посажу. Я это дело доведу до конца. За 20 минут добегу. Москвичи хорошие. Бабушка, чихни. Чихни. Вот видишь, москвичи хорошие. Сливочный из киво. Кому сливочный из киво? Мне два из киво. Пожалуйста. Пожалуйста, молодой человек. Пожалуйста. Возьмите от меня на пальцах. Ой, ой. Ну, а ты? Нет. Спасибо, Алеша. Если б ты знал, как этим мороженым ты согрел мое сердце. Сашенька, попрощайся с Алешей. Вы же теперь друзья. До свидания, Сашенька. Будь здорово. Расти большая. Не встретились? Нет. Ну, съешьте еще горяченького. Спасибо. Покупайте витамины. Ну, и должны же быть какие-нибудь витамины от рассеянности. Тима! Тима! Ну, конечно, это она. Определенная это она. Оля! Оля, я тут! Иди сюда! Тима! Тима! Сюда! Оля! Тима! 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 Купец! Тима! Тима! Я пеку, пеку! Сима! Сима! Я тут! Я тут! Остановись! Симочка! Сима! Саблю, саблю для твоего мальчика, возьми, саблю Я тебе все объясню в письменной форме, в письменной форме Расчапа, встретила подругу детства Нет, я действительно какая-то не целеустремленная Я была уверена, что Ольга все-таки придет Видишь, Сашенька? Нет, я его уже не вижу Алеша, что ты? Почему ты на вокзале? Да и потом Постой, постой, куда ты летишь? Домой, я же опаздываю Не потом, а теперь, сию минуту Сейчас не могу, я же расписание выполняю Алексей, не думай, я папе скажу, где ты разгуливаешь Опоздаешь его на несколько минут Я буду отвечать Говори мне сейчас же Нет, я сам за себя отвечаю Раз решил, надо до конца, это главное Подожди, не опоздаешь Знаешь, Алексей, я в конце концов, такси возьму Такой стыд, я просто не знала, куда глаза девать Я стою, примеряю заказчицу костюм У меня полный рот булавок И вдруг звонят из милиции Да я прям чуть все булавки не проглотила А пистолет там? Ты что, в меня стрелять хочешь, да? Иди вперед Пять минут осталось, не выполнил Алексей, остановись Последний раз тебя спрашиваю Что ты там делал? Входи сюда Не думай, я папе скажу, где ты разгуливаешь Надень шапку, такой разгоряченный У тебя же гланды Ну, садись, я тебя подвезу Нет, я письмо, бабушка На такси каждый был Ну, садись Я раньше вас добегу, там лево поворот Алексей, Адоша Какой он, садик, в поезде Здравствуйте Ты меня до могилы доведешь, дурень ты этот Нет, он не дурень Да приходи ко мне Я тебе технику управления Не могу, расписание выполняю Да я же вижу, что ты тоже Волнуешься Если в половине восьмого не придет Будем принимать меры Один день и то не мог Машина подъехала Бабушка одна без Алеши Выполнена чутелька в чутельку Вот видите, где не выполнена Теперь говори, что ты там делал Ты был на кодке? Нет, я кодок поменял на прогулках А вокзал ты на что поменял? Какой вокзал? Какой вокзал? Я же вовремя пришлю Понятно Ты считаешь, что важно только вовремя уйти и прийти В этом заключается, по-твоему, выполнение расписания А в промежутках может делать что угодно? Имея в виду, я защищать тебя не намерена Да, хватит шуток Это кому? Дай сюда Ольге Александровне Птицыной Мама, это тебе Мне? Не может быть Хотя сегодня все может быть Галочка Смотри-ка Оля, ну что же, спасибо за внимание О, это действительно кажется мне Кто-то меня благодарит Боюсь, что с годами ты стала другой Нет, это не мне Так-то ты встречаешь старых друзей Мне От силы Из-за тебя моя внучка чуть не составила себе неправильное представление о москвичах К счастью, нам встретился мальчик Мальчик Патриот своего города Он восстановил в ее глазах честь москвичей Постойте! Какой мальчик? Какой мальчик? Это и есть твоя подруга? Какой же он внук, когда он внучка? Он Сашенька Я вижу, тут дело шло о москвичах Тогда другое дело Я бы на твоем месте поступил точно так же Но надо было позвонить домой, чтобы зря мама не волновалась Товарищи, товарищи Мой внук исправил мою ошибку И там, где нужно, проявил самостоятельность Значит, я его не так плохо воспитываю А теперь он все будет делать без моей подсказки Верно, Алеша? Верно! Мы же в учебнике читали На бабушку надейся, а вот сам не плашай СМЕХ Оказывается, я напрасно боялась, что он в меня Он вылитый отец У него железный характер Спи СМЕХ Дай я брошу палочку Нельзя же ее два часа сосать Что ты? Это на память Ах, на память Ну тогда другое дело Дружба – великая вещь Спи, Сашенька Я уверена, что Алеша уж давно спит Ты должна с него брать пример Выполнено Нельзя же Ух 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 Продолжение следует...